Игорь Краснодар Кто-то, возможно, помнит меня по телевизионным программам Автоньюз и Автоэва, выходившим на харьковских телеканалах, или на всеукраинских телеканалах ТРК Украина, К1 Первый Автомобильный, кто-то, возможно, по лицензионному автомобильному изданию Эва. Но времена идут, меняются и меняемся с ними и мы. И начав свою творческую карьеру с телевидения, я вновь возвращаюсь к видеоформату. И после небольшого промоушена нашего канала, переходим, собственно, к тестируемому авто, а именно к четвертой генерации полноприводного баварца, новому BMW X5 в кузове G05. В свое время на постсоветском пространстве ходил неполиткорректный черный анекдот о больших ноздрях и бесплатном воздухе. Впервые увидев фотографии нового BMW X5 в кузове G05, я почему-то вспомнил именно о той шутке при Баутке. Было сложно понять, к чему новому кроссоверу такие ностри. Но я явно поторопил события. Во-первых, при личной встрече оказалось, что массивная фальшрадиаторная решетка XU вполне идет и не вызывает отторжения. Ну а во-вторых, следом за ним последовали BMW X7 и обновленная 7 серия. И уж там с фирменными BMW-шными ноздрями все куда более неоднозначно. Сильно останавливаться на внешности X5 не буду. Вы и сами все можете видеть. Машина стала больше похожей на молодежный X3, но при этом сохранила большинство фирменных элементов пятых XO бывых лет. Староверам баварского мотостроительного могут не понравиться ломаная линия вдоль кузова и сильно измененная задняя оптика. Но в контексте конкретно этого кузова ни один элемент не выглядит чужеродным. Тем более, что тестовый автомобиль облачен в фирменный M-пакет с обилием черных элементов Shadow Line, а также темно-темно-синий цвет Carbon Black. Переезд на платформу Klar, на которой сейчас построена львиная доля автомобилей баварской марки, дался XO без особых проблем. Машина не только сохранила узнаваемые пропорции, но и не потеряла в эргономике и функционале. Завзятые семьянины, правда, расстроятся, что отныне X5 нельзя заказать в семиместном исполнении. Теперь эта привилегия отдана на откуп флагманскому X7. В случае с BMW X5 мне удалось впервые познакомиться с новой архитектурой торпеда, которая станет привычной на ближайшие пару лет. Ее помимо X5 уже унаследовали восьмая серия X7 и Z4. В целом, все по-прежнему организовано грамотно. Очень элегантно и эстетично, но обилие сенсорных панелей на центральном тоннеле вынуждает слишком уж часто тянуться в бардачок за тряпочкой для стекла, чтобы стереть отпечатки и жирные разводы. Кнопки блока на тоннеле имеют сенсорную отдачу, что упрощает управление вслепую, однако их примерное расположение волей-неволей придется запоминать. Похоже, что нынешние автомобили BMW – это промежуточное звено между полностью аналоговыми машинами 20 века и автономными футуромобилями, которые станут явью лет через 20. Во всяком случае, здесь все намекает на это. Как будто фактор отвлечения на дорогу, именно на дорогу, а не от дороги, становится все менее значимым. И к счастью или к сожалению, это действительно так. К тому же в салоне BMW, как и полагается BMW, по-прежнему нет кричащих элементов и китча, что выгодно выделяет его на фоне ударившихся во все тяжкие конкурентов. Со мной согласен и Юрий, который считает, что несмотря на некоторые радикальные меры, марка двигается в верном направлении. Чтобы быть более объективным и не только опираться на мнение ведущего канала, всегда лучше, когда есть два мнения. Поэтому у нас есть человек, у которого есть несколько автомобилей BMW, он является приверженцем марки и эксплуатирует достаточно давно и разные модели от иксов, кабриолетов и седанов. Поэтому есть, Юр, есть масса вопросов у пользователей интернета к внешнему виду автомобиля. Это и к решеткам, к ноздрям так называемым, и к задним фонарям, и даже к панели приборов. Вот ты, как владелец BMW, как человек, который эксплуатирует эти машины уже не один год, проехавшись на X5, твое мнение по данному автомобилю и по этим вопросам? Всегда новая воспринимается, как бы штыки, классические уходят линии, классические уходят компоновки. Но мы видим новую машину. Новая машина всегда нам дает новое ощущение. Все приверженцы классики, поклонники этой марки, они могут критиковать и говорить, мы уходим от классики. Но мы идем вперед и для нас очень важно получить новый продукт, чтобы нас это цепляло. И я вижу только положительные моменты. Мне очень нравится компоновка, электронная приборка, большой монитор, который полностью информативный. Вынесен отдельно климат-контроль, который очень удобный и не нужно его искать в меню. Внешний вид мне тоже нравится, потому что новое. Это все новое, нам нужно привыкать к новому. Это мое такое мнение. Динамика потрясающая, машина сделана просто великолепно. Мне все тут нравится. Я, например, тоже когда до теста смотрел фото в интернете, мне тоже казалось, что ноздри великоваты. Но когда ты очутился рядом с автомобилем, это куда-то девается и ты видишь совершенно гармоничный автомобиль. Ты. Я согласен. Первый раз я подошел, учитывая, что у меня машина, скажем так, еще из прошлого поколения. И увидев ноздри, они меня тоже поразили своими размерами. Но к этому мы быстро привыкнем. Скоро эти машины будут массово появляться у нас на улицах. И мы уже забудем о маленьких ноздрях и будем смотреть на большие ноздри. Поэтому все дело привычки. Для меня новые модели всегда, я тоже скептически отношусь. Но эта модель мне очень понравилась. Она мне импонирует. Да, это максимальная комплектация. Тут есть все опции, которые мы привыкли видеть в премиум автомобиле. Но при этом, еще раз я повторюсь, мы идем к новому. И любая новая модель должна нас чем-то поражать и чем-то нас водоохновлять для покупки. Я думаю, что тут все собрано для того, чтобы человек сделал свой выбор в пользу этой марки. Так как эта машина, я еще раз хочу сделать акцент на то, что это машина для водителя. Для водителя сделано все для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, для того, чтобы он чувствовал себя уверенно. Автомобили BMW, независимо от того, идет ли речь о дерзкой М2 или представительской семерке, это, прежде всего, водительский опыт и удовольствие от управления автомобилем. И в этом отношении наметились перемены. В лучшую сторону. Потому что к четвертому поколению X5-го мюнхенским инженерам все же удалось побороть те две проблемы, которые преследовали знаменитый кроссовер всю его жизнь. Речь идет о недостаточной жесткости кузова и слабой на фоне конкурентов шумоизоляции. Убив два этих недуга, баварцы не только почистили себе карму, но и повысили общий комфорт поездки в автомобиле. Добавим к этому адаптивную пневматическую подвеску со спортивными настройками, которая включена в М-пакет, и получится, что новый BMW X5 является самым собранным, самым цельным SUV модельного ряда BMW среди тех машин, на которых мне удалось поездить до этого. Правда, рулевое управление стало чуть более смазанным, но это малая жертва за полученные бонусы. Что касается двигателя и коробки передач, а тестовый автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 265 лошадиных сил, которые работают в паре с восьмиступенчатым автоматом, то этот дуэт работает прекрасно и самозабвенно. Первого раза на Черкасской лозовой нам оказалось мало, поэтому мы поехали искать более живописные и ровные места, но никуда от снега не уйдешь. И X5 засадили снова. Если первый раз мы выбрались с помощью лопат и друзей, то, надеюсь, второй раз у нас получится таким же успешным. Снежная зима, заставшая Харьков, подарила возможность проверить новый X не только в его привычной средеобитания, то есть на асфальтовых дорогах, залитых ядреной смесью соли и песка, но и в девственных заметах, по которым еще не ступало колесо. Согласно представленным техническим характеристикам, нынешний X5 является самым серьезным внедорожником в своем роду. За счет коротких свесов у него достойны углы въезда и съезда, плюс он может преодолевать броды глубиной более полуметра. Тем не менее, не стоит обманываться. При всех прелестях полного привода X-Drive, BMW X5 не является настоящим покорителем целины и может довольно быстро сесть на свое аэродинамически просчитанное брюхо. Однако трактор не понадобился ни в одном из случаев. Хватило ручного труда. Так что едва ли можно говорить о том, что автомобиль BMW разочаровал. Наверное, наоборот, даже слегка превзошел ожидания, тем самым слегка пьянив нас вседозволенностью. А это качество отличает именно лучшие машины. Новый X5 стал логическим продолжением, устоявшимся традициям и необходимым шагом для BMW, который поможет конкурировать с его соперниками Daimler и Vag, а также побеждать их. Остается лишь надеяться, что будущее с его электромобилями и автопилотами не уничтожит полностью концепцию ядра The Ultimate Driving Machine. Пока же с X5 все в порядке, в чем вы можете убедиться на собственном опыте, прийдя к официальному дилеру компании Bavaria Motors. Мы же на этом прощаемся с вами до следующего теста. Надеемся на ваши комментарии, советы, а также то, что вы будете подписываться и вместе мы сможем сделать интересный, красивый и полезный канал. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok